Все, поехали. А зачем я не буду обсуждать эти вещи? Ну не надо, таких не надо обсуждать. Я вам скажу, интернет это такая штука. Вот давайте, я у себя беру. Я просто говорю, что это просто ложь. Эпидемия холеры была в городе Николаеве в 95-м году. Александр Янг, знаете, для чего придумали интернет? Да, понятно. Интернет придумали, помойная яма, что-то. Вот это это не так. Дайте, я для себя буду снимать, вы мне можете сами задавать вопросы. Значит, я не хочу задавать, вот просто есть, я тебе хочу попросить, отслеживай. В интернете стоит выиграть выборы или задача стоит поучаствовать? Потому что я знаю партии, у которых стоит задача просто поучаствовать. Ну, отчитаться перед Киевом, кому-то крови попить, у кого-то быть техническими на подхвате. Какая стоит задача у новой политики? Задача пройти в областной и городские советы. Теперь уже можно как бы озвучить. Вот, кстати, а какого числа будет полностью уже списки? Ну, все зарегистрированы. Ну, зарегистрированы, да. На городскому совету у нас уже есть удостоверение, а по-другому мы еще не получили. Но, я думаю, сегодня это произойдет. Я уже могу пойти взять удостоверение? Да, оно где-то здесь есть. А чего вы мне торжественные? Вручите мне его торжественно. Ну, как бы вчера забрал наш представитель. Вручите мне его торжественно. Территориальной комиссии забрал, и они где-то здесь сейчас мы... Я впервые баллотируюсь, Александр Яковлевич. Да, ну, тем более. Вот честно, я вот впервые дожил до 50 лет. Ну, так тем более. У меня даже сердечко чуть-чуть ёкает. Ну, это тем более. Задача стоит. В городской совет задача стоит не просто преодолеть трехвадцатных любящих, а победить на определенных мажоритарных округах у нас люди достойные от этого. Очень достойные. Да, и, конечно же, прийти в городской совет, хорошая такая команда, исключенная. Какая вот, понятно, что времени, ну, вообще мизер времени, времени вообще нет, три недели. Но, с другой стороны, у всех по три недели. Сейчас, извините. Да, есть. Задача стоит... Задача понятна. Какая будет вот за эти три недели, что нужно необходимо сделать для того, чтобы... Ведь, Александр Яковлевич, ну, не знают новую политику. Не знают. Даже специалисты, даже политтехнологи... Я понимаю, что не знают. Естественно, не знают, поскольку, как бы я уже говорил об этом, вся предвыборная, тот период предвыборный, который был на арене, была новая Украина, гражданская Украина. И уже с изменением законодательства, соответственно, появились партии. Встречи будут с избирательными? Ну, насколько это возможно. Есть программа встречи? Конечно. А где они... Ну, это у кого уточники? Ну, давайте немножко еще подождем. Встречи сейчас с избирателями каковы? Вы знаете. Это только на улице. Все будет зависеть от погоны. А что только на улице? А потому что в школах, на предприятиях... А, ну, в школах запретили, да. А где еще встречаться? Будем собирать. Есть у нас механизмы сбора. Я не хотел... А кто же будет на улице сейчас по такой погоне? Ну, вот сложно. Зима, наверное, сложно будет. Сложно. Это будем заниматься индивидуальной работой. Все через средства массовой информации. Зима, начиная. Понимаете, новую политику он знает мало. Ну, Биркнику в городе Николаеве знает. И других людей, которые в наших списках... Александр Николаевич, ну и движение родителей против наркотиков тоже знают достаточное количество в городе. Понимаете, поэтому на это будем надеяться. Движение родителей против наркотиков знают. Поэтому будем надеяться. Конечно, говорить о популярности партии. Мы не делаем никаких там очень таких прогнозов оптимистичных. Мы хотим пройти в городской совет. Какую команду мы пройдем? Время покажет. Продолжение следует...